Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири, и сегодня мы будем читать Третий Псалом. Он начинается словами «Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома, сына своего». Вот такое надписание этого Псалма. Но по-еврейски там стоят слова «Мезмор ле Давид», то есть имеется в виду «песнь Давида». А какая же это может быть песнь, если он бежит от собственного сына? На самом деле Давид знал, было пророчество, что кто-то восстанет против него из его дома. Но Давид мог не знать, кто. Может быть, раб какой-нибудь восстанет против него, может быть, какой-то незаконно рожденный, потому что дом Бейт тогда подразумевал не только ближайших родственников, но и всех домочадцев, которые обитали, тем более в царском доме, в царском дворце. Так в чем же радость, когда Давид узнал, что, в общем-то, на него восстает его собственный сын Авесолом? И вот есть древнее предание, что Давид, узнав, что это сын восстал на него, Авесолом, которого он любил до самого конца, Давид искал спасения для Авесолома, и тогда, когда Авесолом воевал с отцом, Давид немножко успокоился, потому что он понимал, что если какой-то раб восстанет, он может убить Давида, если он его нагонит. А вот если это сын Авесолом, которого я знаю, рассуждал Давид, он, конечно же, да, он может восстать, может быть, он чем-то чувствует себя обиженным, но он никогда не поднимет руку на своего отца. Поэтому это моление, этот псалом называется все-таки песнью. Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома, Авшолома, сына своего. И далее идут слова этого псалма. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, Многие говорят душе моей, Нет ему спасения в Боге!» Почему Давид молится такими словами, и почему его противники считали, что для Давида нет спасения в Боге? Мы помним, друзья, что когда Давид шел близ Масленичной горы, уже как бы по этой горе, кстати, именно тогда он произносил эти слова по преданию, а его злословили, его злословили многие. Один человек даже кидался камнями в него и поносил его. Дело в том, что Давиду не простили его грех с Версавией, с Батшевой, и не простили то, что он погубил мужа Батшевой, Версавии, Урию, воина. И считали, что Господь именно за это преступление, грех прелюбодеяния, смешанный с грехом убийства, отвернулся от него, и теперь Давид должен погибнуть, как нечестивец. И те немногие, которые открыто позволяли себе это кричать в лицо Давиду, они даже камнями в него бросались. Мы это видим в книгах царей. Но Давид не теряет упования на Бога. Давид не может говорить, я не делал этого греха. Это было, скажем так, на глазах у многих. Он зашел на крышу, те, которые читали книгу царей, помнят, зачем он ночью полез на крышу. Чтобы помолиться, потому что плоские были крыши, наверняка он взял с собой псалтырь, этот музыкальный инструмент. А дьявол не может переносить восхваление Бога из уст человека. Почему? Потому что дьявол когда-то был ангелом, он только тем и занимался, что он воспевал имена Божие. Но теперь он лишен такого состояния. И когда он видит, что люди воспевают имена Божие, ангелы созданы из божественного света, а люди из праха земного, и люди должны как бы занять место отпадших ангелов, здесь ревность дьявола, она всегда увеличивается. Поэтому, когда мы готовимся молиться, петь псалмы, просто читать псалтырь, тем более проводить беседы по псалтыре, надо ожидать каких-то возможных искушений. И он молится, «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и ты возносишь главу мою». Что могут означать вот эти слова «ты возносишь голову мою»? Да, чувство стыда, оно как бы поднуждает человека склонить свою голову, но при этом Господь может и вознести склоненную голову. «Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Господь силен поднять голову человека, которого все устыжают, все напоминают ему о прежде садейных грехах. Таким человеком был Давид. Ибо мир людей никому и ничего никогда не прощает, но Бог есть милостивый, милосердный, долготерпеливый и человеколюбивый, как мы читаем в книге «Исход», когда Господь являет перед Моисеем славу имени своего. Давид восклицает, «Гласом моим взываю Господу, и он слышит меня со святой горы своей». То есть в понимании людей того времени Господь как бы обитает на некой горе, то есть Бог, он бесконечно превознесен над всем своим творением. Но это не значит, что, создав мир, Бог устранился от управления этого мира, ведь Бог вникает в проблемы Давида. Бог знает твои проблемы, мои проблемы, он знает, какие у нас сложности там на работе, он знает, какие у нас сложности там с соседями, по подъезду и так далее, и так далее. Все это ему известно. В этом величие нашего Бога, Бога Библии, который управляет бесконечно огромными величинами и при этом вникает во все такие внешне незначительные обстоятельства жизни каждого из нас. Давид продолжает свое моление, «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». О чем это? Дело в том, что сон в понимании древних содержал в себе одну десятую от смерти. Поэтому, когда человек ложился спать, он ложился с мыслью, что он может и не проснуться. Как мы, православные христиане, когда читаем вечерние молитвы, мы указуем руками на кровать, на которой будем спать, и говорим, неужели «Одр сей гроб ми будет». То есть Давид ложился спать с надеждой на то, что Господь сохранит его жизнь во сне. «Ложусь я, сплю и встаю», то есть в пробуждении, скажем так, одна десятая от воскресения, которая ожидает всех нас, «Ибо Господь защищает меня». То есть Бог есть настоящий щит всех верных. Мы знаем, что Аврааму после битвы царей Бог сказал «Я щит твой». «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя будет весьма велика». И Давид уповает на этот щит Божьего милосердия и восклицает «Не убоюсь и тем народа, который со всех сторон ополчился на меня». В христианском прочтении народ, который со всех сторон ополчается на нас, это, конечно, бесы и демоны, которые все время как бы пытаются ополчиться против нас, особенно в момент смерти, в день злый, как смерть называется в псалтире, они будут окружать нас таким плотным кольцом со всех сторон. «Не убоюсь и тем народа, который со всех сторон ополчился на меня». Возможно, здесь в оригинале используется слово «гоим», то есть «гои», «псы», то есть имеется в виду бесы, которые рычат, лают на нас и злоумышляют против нас все дурное. «Восстань, Господи!» восклицает Давид. И в славянском прочтении, насколько я помню, «Воскресни, Господи!» Давид как бы молится о том, чтобы побыстрее наступило воскресение Христова, «Ибо мы спасаемся от греха кровью Иисуса Христа, а оправдываемся Его воскресением». То есть в чуде воскресения Христа все целое оправдание дается согрешившим праведным людям, которые оступились, но не потеряли при этом надежду на то, что спасение их не покинет, ибо Господь сошел в ад и вывел из ада Давида и другие души. А когда было воскресение Христово, то некоторые из них воскресли даже и вошли в Иерусалим, чтобы засвидетельствовать чудо собственного избавления силой Христа из ада. «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! То есть спаси в этой жизни, но более в будущей жизни, когда я буду находиться в аде, как бы говорит Давид, а потом ты воскреснешь, и ты нас выведешь». И когда мы смотрим на православную икону воскресения Христова, мы видим, что первые, которые выходят из этой бездны, это и царь Давид, и ветхозабетные праведники. «Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо ты поражаешь вланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Итак, здесь говорится о том, что зубы нечестивых, они будут сокрушены. Если это гоим, псы, то вся сила псов в их клыках. И вот эти зубы нечестивых, они будут сокрушены. То есть они не будут иметь никакой силы не только бросаться на нас, но и даже там рычать, тем более лаять в нашу сторону. И в Писании этот образ используется, когда, говорится, ни один пес даже не двинется с места, не поднимет своего языка против верующих людей. Почему Господь будет бить нечестивых именно в их лицо? Имеется в виду, что они узрят наказание Божие. То есть оно будет происходить не из-под тяжка, это будет удар, нанесенный прямо. Как они творили зло, не стыдясь этого зла, так и Господь, опрокидывая их нечестивое сообщество, Он будет действовать открыто против них. Он тот, кто сокрушает зубы нечестивых. И в окончании этого псалма Давид восклицает «От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое». Это как бы он подводит резюме. Как я уже сказал, этот псалом читался им, призносился им, точнее пелся им, тогда, когда он бежал от своего сына близ Масленичной горы. И вот последняя строка, она полна надежды, что Господь не бросит его, не оставит его, его, который изгнан из Иерусалима, который покидает это святое место, который не знает, куда он идет. Но упование на Бога сохраняется. «От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое». То есть Давид научает нас не терять надежду в самых тяжелых обстоятельствах нашей жизни, когда нам сложно, когда нас преследуют, когда за нас решают, любит нас Бог или не любит нас Бог. Некоторые могут говорить, что таким людям нет спасения в Боге, таким людям, может быть, нет места в церкви, такое могут говорить. Но если мы проявляем дух покаяния, сокрушения, как это делает Давид, то и такая мольба убегающего от собственного сына человека может стать песнью надежды, избавления, которая грядет к нам от Господа. Субтитры создавал DimaTorzok